Встречаем вас с триумфом, который обеспечивает необходимый результат уже с турнира на точке сгора. И вас с голом. Зараз опишите эмоции. Душ долго вас разрягали, не ждем. Там, очевидно, трехи зараз свято отбывалось. Да нет, просто все устали, пока туда-сюда, знаете. Конечно, интересная игра получилась. Забили мяч, встречали их в середине поля, не сильно высоко прессинговали, только когда отворот выбивали. И тогда только шли высокие прессинги, а так стояли в позиции, то есть у них не было так особо много моментов, таких именно опасных. Я думаю, у нас моментов было побольше, и мы должны были уже заканчивать игру. И Андрея Ермоленко ему забить, и Витя с ним не было. Поэтому, конечно, сейчас на хорошей волне. Я думаю, результат очень важен, потому что команда чувствует увереннее, более раскрепощенное. И думаю, с таким настроем нужно продолжать двигаться дальше и готовиться к следующему матчу. Раньше вы били, сейчас увеличивались антофлангу в розвитку атаки. Зараз идете цель спрямована на удар. Это такая установка Андрея Шевченко? Да, Андрей Николаевич говорил перед игрой, что чуть-чуть делай зазор, когда атака с фланга, сильно не забегай вперед. То есть чуть-чуть зазор делай, чтобы под сброс, под передачу поперечную. То есть в первом моменте чуть-чуть не попал возле штанги, второй забил. Поэтому хорошие мячы. Вот было чимало подач. Матчи Словаччина-Чехия, також в эту зону Словакия очень много подавали. Там не очень сильные центральные защитники. Чи работал акцент на этом Андрею Шевченко, что нужно больше подавать? Ну, он говорил, что нужно разворачивать побольше игру, то есть растягивать их. И, конечно, когда мы разворачивали игру и шли в прострельную передачу, то в некоторых моментах было преимущество. Роме Римчику сегодня опять же не повезло. Я думаю, по высоте старался мне сбить чуть-чуть, не попал в ворота. Поэтому ничего страшного. Голевую передачу отдал. Думаю, в следующей игре забьет. Поэтому все будет хорошо. В общем, вы очень хорошо спецпрацювали в том моменте. Он почувствовал, что вы в той, в принципе, плюс-минус вольной зоне и вам скинули. Вы почували, что он таке решение будет поймать в этой ситуации? Вы готовы на него было за три секунды, четыре до этого решения? Ну, он спиной стоял. То есть я кричал ему. И он, то есть он сделал одно, второе касание чуть подработал и внешне скинул мяч. То есть очень удобный мяч для того, чтобы пробить хорошо по ворота. Вы победили в группе в Лизе Наций. Насколько, за вашими, с внутренними оценками, наша команда готова наступной Лизе Наций против Стресса уже понятненько топ-збирной? Ну, тяжело сейчас это комментировать, потому что нужно сначала как бы шаг за шагом. Мы сделали определенный шаг, как Андрей Николаевич говорил. У нас была задача выиграть эту группу, мы ее выиграли. Поэтому у нас сейчас будут еще в следующем месте две игры. Поэтому это тоже как этап подготовки будет, потому что в сборной не столько много игр мы играем. Поэтому нужно тоже на этих играх оценку сделать, проверить какие-то связи. Может, ребят там меньше играл и больше сыграть. Ну, тоже будет интересно эти, тоже, я думаю, информационные матчи. Я думаю, тоже результат будет важен в этих матчах для этой уверенности, которая есть сейчас в сборной. Вот Яремчук, сколько моментов у него было, выиграл всю верховую борьбу и никак не может забыть. Почему причина? Может, что-то ему что-то скажет в раздягании, как-то поддерживает его? Да, поддерживаем, конечно. Андрей Николаевич его поддерживает. Ну, понимаете, это придет. Я, допустим, могу по клубу сказать, у нас был нападающий, который играл в составе 4 матча или 5. Он не забил ни одного мяча, то есть его критиковали, потом он в один момент забил один мяч, и сейчас он забил и около 12 мячей в чемпионате и Лиги Европы, поэтому за этих 15-16 матчей. Поэтому это такой момент, ничего страшного, то есть он сделал объем работы сегодня, сбросил хорошо мяч, я забил мяч, и то есть были у него моменты хорошие, то, что в хорошей позиции, то, что он находит эти позиции, и на удавних позициях, кажется, это, я думаю, это большое.